здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 64 уроке видеокурса лендинг page для начинающих в этом уроке я хочу вам показать виджет который позволяет делать вот такие вот эффекты на картинке соответственно вот это ярко-зеленая заливка меняется или вообще отключается меняется с шрифт размер цвет тексту который появляется при наведении на картинку и картиночка немножко как бы углубляется отдаляется также при наведении переходим в адоб news и рассмотрим данный вид сразу предупрежу если вы хотите сделать что-то типа портфолио то здесь будет небольшая сложность именно с подгонкой вот этих вот миниатюр чтобы они были одинакового размера то есть если у вас есть время то готовьтесь повозиться после каждых изменений в данном видите добавление картинки изменения текста изменения цвета текста я уже не говорю про размер текста после обновления виджета он всегда почему-то дает несколько пикселей вот так вот вниз размера и придется вот так за ползунки подгонять каждый раз виджет и он всегда как бы возвращается на то же место и чтобы например а вот по направляющей вниз виджета выровнять приходится немножко выше поднимать вот сейчас я это делаю чтобы после обновления вот эти ползунки встали на мою направляющую там где я хочу да то есть конечно же виджет за край ползунка можно вот так вот увеличивать делать свой размер только на весь экран по ширине сто процентов не получается его сделать так что имейте это ввиду здесь придется повозиться давайте я вам просто расскажу его настройки а вы уже сами для себя решите нужен вам данный виджет нужны вам данные эффекты или нет итак первое поле мы с вами добавляем изображение также хочу учесть то что если вы будете делать типа портфолио убедитесь в том что ваше изображение одинакового размера по ширине и высоте давайте добавим изображение изображение добавляется просто у нас в режиме редактирования идет подгрузка вторая настройка background то есть это как раз вот та заливка которую вы видели в примере у меня была зеленая здесь по клику по цвету вы можете любой цвет указать вот если был зеленый вот давайте вот такой поставим цвет и теперь при наведении видите зеленый и обратите внимание когда я навожу нижняя полоса а у меня прям зеленая это говорит о том что изображение нужно снизу немножко поджать чтобы не было такого эффекта потому что по другим сторонам вы видите одинаково расположение цвета здесь нужно заползунок немножко приподнять опять же здесь с этим виджетом нужно набить немного руку давайте посмотрим сейчас вы видите да у меня низ больше нет такой темно-зеленой полосы это я его поднял слишком сильно здесь нужно еще чуть при опустить дальше те слова которые вы хотите чтобы были на картинке при наведении первым будем считать заголовок 2 под заголовок давайте изменим на свой итак под заголовок школа федора васильева написал заголовок adobe news и давайте сразу нашему тексту зададим шрифт выбирайте просто текст инструмент текста в news идем в предпросмотр вот как я уже вам и говорил после любых изменений до видно что у нас теперь появился внизу полоса вы сначала выставите все изменения какие вам нужны моя вам рекомендация а потом только уже вы сам виджет поджимаете снизу чтобы больше как бы не останавливаться на этом моменте видно что у нас все поменялось буквы и шрифт но белый цвет здесь нам не устраивает я предлагаю сделать заливку ее можно вообще отключить дальше идут настройки для заголовка то есть для первого для первых ваших слов идет размер и цвет размер меняете или нет я его не трогаю вот видите как выглядит просто немножко затемняется и раз размывается изображение если мы цвет убираем и так я подобрал значит цвет буквам чтобы и хорошо было видно это при условии что мы отключили заливку цветом помните да мы могли выбрать цвет вот смотрите какой здесь есть еще нюанс видно что заголовок и подзаголовок у нас а близко друг другу то есть adobe muse это заголовок школа федора васильева это подзаголовок сейчас вам покажу настройку как сделать так чтобы подзаголовок школа федора васильева а мы могли сместить вниз или наоборот вверх ну я думаю что немножко можно сместить его вниз потому что две строчки текста слишком близко друг другу это последняя опция margin top это значит отступ сверху по умолчанию 20 стоит давайте попробуем поставить 30 enter и посмотрим что у нас в браузере вы видите да что текст немножко отступил вот я подгрузил еще одно изображение и если вы откажетесь вот от вот этой заливки бэкграунда то изображение выровнять вместе не составит у вас труда то есть намного проще выравнивать их смотрите я направляющую видите где указал именно под нижней частью картинок а вот чуть ниже тут белая такая полоска и у этой белой полоска ведь они на разном уровне они у нас как бы сейчас без цвета если мы выбрали бэкграунд какой-то цвет то сейчас бы была бы заливка и был бы несоответствие картинок у одной бы картинки а низ был бы либо меньше либо больше и подгонять действительно здесь нужно покопаться трудоемкой то есть я считаю что тут немножко недоработан виджет в этом но если мы отказываемся от бэкграунда то визуально этого не видно у нас видно что картинки у нас одинаковой высоты вот и все в принципе четко смотрится а сами картинки я напоминаю они у меня одинаковый по размеру 1650 по моему пикселей по ширине и вот смотрите что я сделал я подготовил вот вместе с вами сейчас то есть одну картинку я зажимаю alt на клавиатуре и левой кнопкой мыши зажимаю изображение держу удерживаю перетягиваю делаю дубликат вы наверное уже знаете как это делать вот смотрите обратите внимание нижняя часть картинки да видно что у нас также по линейке лежат и просто я добавил сюда еще одно изображение другое изображение и у меня смещение картинок не происходит видно что происходит смещение на нижней границе виджета там где бэкграунд но мы бэкграунд отключили и в итоге мы избавились от лишней возни то есть если мы оставляем так хотя оставить так можно в принципе она затемняется без даже бэкграунда а все равно смотрится симпатично и таким образом вы делаете дубликаты столько сколько вам нужно и потом меняете текст у каждого бокса уже без проблем цвет и так далее данный виджет вы найдете на моем сайте ссылка на мой сайт под этим видео увидимся в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто